То, что отечественный авторынок сегодня бурно развивается, ни для кого не секрет. Посмотрите, что творится на дорогах. Одни номера, все новые, 174. Ну и город Магнитогорск. И в городе Магнитогорске сейчас происходит борьба. Борьба за вас, автолюбители. Кто-то борется по-разному. Китайский автопром, ну, понятно, делает максимально фаршированные комплектации, при этом не за дорогие деньги. Корейский автопром тоже опустился и туда уже прыгает в ценовую категорию 300 тысяч. От 300 до 500 тысяч рублей. Но в борьбу за вас, покупателя, включается еще и фиат. И вот, допустим, фиат Панда начинает стартовать в самой простой комплектации от 305 тысяч рублей. Идем дальше. Конечно, можно взять фиат Панду в самые новорочные комплектации. Она здесь в автограде представлена. Полноприводная. Она стоит, ну, конечно, 500 тысяч рублей. Пожалуйста, дальше идем. Фиат Гран де Пунта. Всеми любимый Гран де Пунта, который выполняется тоже и стартует уже с ценовой категории в 500 тысяч рублей. Ну, и любимый всеми и очень мощный брал. Но сегодня сейчас в автограде, кроме всего прочего, что они есть в наличии, эти автомобили, необходимо сказать, что эти автомобили не собираются в России. Эти автомобили доставляются из Италии. Напрямую из Италии. То есть, ну, кроме итальянских рук, их никто и не собирал. Что касается призов от Автограда, то есть такие, как всегда, это акции. Вы в течение года, купив любой из этих автомобилей, можете бесплатно проезжать сюда на мойку. В автомобильном мире существует понятие породистости. И это понятие в данном конкретно фиатовском случае однозначно применимо. Эти автомобили имеют свой стиль и свой характер. Фирменный, итальянский. Малолетражки сегодня уже не вызывают недовольства своим внешним видом. Малолетражки сегодня по комфорту не уступают серьезным и дорогим автомобилям. По сути, выполняя главную функцию авто, а именно транспортировку водителя и пассажира, в любом из фиатов вы получаете еще и положительные эмоции. Например, Панда, вызывая удивление внутренним пространством, дает возможность оттянуться на бездорожье. В полноприводной версии. Гранде Пунта обладает не только внешностью Мазерати, но и имеет богатый перечень дополнительных опций. А теперь еще и роботизированную коробку. Ну и Браво зажигает и отжигает. И одновременно претендует на куда более высший класс. А так как концерн Фиат является практически единственным производителем автомобилей в Италии и имеет в качестве подразделения по обкатке чудо-фирму Феррари, то частичка чемпионского духа присутствует в каждом из этих авто. И Фиат сейчас звучит гордо и весомо. Есть люди, которые выбирают для себя и не ездят ни на чем, кроме... Японского автопрома. Есть люди, которые фанатично преданы немецкому автопрому. Но есть те, кто любит просто Европу. И сейчас просто Европа представлена в городе Магнитогорске практически во всем своем разнообразии. Но вот тут надо задумываться, какой автомобиль взять. Разумеется, тот, который отвечает индивидуально вашему соотношению цена-качество. Какие машинки в городе Магнитогорске есть? Есть хорошие, неплохие, есть очень борзые, есть очень красивые, а есть практичные. Так вот, Фиат из последних. Что Фиат Панда, что Фиат Гранде Понто, что Фиат Брауа. При всем при этом, это чисто европейские автомобили, которые собираются не в России, если кого-то пугает российская сборка. При этом все характеристики автомобилей Гольф и мини-класса присутствуют. Есть и возможность существовать в более просторных автомобилях, как типа Фиат Брауа. Ну, плюс ко всему, что касается световой гаммы, пожалуйста, это тоже Фиат, как машина собрана и что внутри. Ну, полазили, посмотрели, собрана достойно и в соответствии со своей ценой. Что касается индивидуальных возможностей каждого из этих автомобилей, то широкая гамма движков и широкая возможность комплектоваться как механической, так и автоматической трансмиссией. Ну, что еще можно добавить? И обслуживание-то, обслуживание, вот тут надо подумать об этом. Автоград, что на Марджане 9, умеет обслуживать иномарки, я лично в этом убедился. Может, кто-то скажет, ну, будут у кого-то какие-то претензии, но у меня, по крайней мере, претензий не было. То есть, и то я проходил на Марджане 9, и вот даже ремонтировался, ну, по механке там же. Ну, и давайте, господа, разделять и властвовать. То есть, китайский автопром, ну, и поддержанный японский, для кого? Ну, для тех, кто мечтает пересесть с отечественного автомобиля на иномарку. Ну, рано или поздно мечты должны вырастать. Дальше. Дальше вы уже работник, допустим, комбината, либо у вас бизнес идет хорошо. Можно подумать и о новом европейском автомобиле. Вот таком как Fiat. Ну, а дальше, дальше, ребята, дальше это BMW. Ну, и тут вам главное не запутаться. Выбрав европейский автомобиль, не переплатив. И выбирая Fiat, вы точно не переплачиваете. Субтитры сделал DimaTorzok